Далее, читатель, который главным образом интересуется программированием, а не математикой, может прекратить чтение раздела, как только математический материал станет слишком сложным для восприятия. И нам главное с вами дружненько побить на разделы эту книжку и сказать это читать, не читать, читать, не читать. И чтобы вы сами для себя выделили именно те участки этой книги, которые вам интересны, а другие, которые к вам вообще не относятся, понятно, что программист не обязательно должен быть математиком. Но у программиста должна быть логичность мышления, и ваша логика должна быть безупречна. И я постараюсь через анализ этого издания сделать хоть чуть-чуть для того, чтобы она была безупречной. С другой стороны, читатель-математик найдет для себя очень много интереснейших фактов. Итак, как я считаю себя математиком, пишет Кнут, то моя прямая обязанность правильно изложить материал с математической точки зрения и не упустить математиков. Но, повторюсь, нам с вами мат-часть будет не очень интересна. Для чтения большей части мат-материала вполне достаточно знаний элементарной математики, так как почти вся остальная теория разрабатывается здесь же. Элементарная математика, это даже элементарная математика, это меньше школьной математики, скажу вам. Меньше школьной математики. Может, там что-то самое сложное, в ней могут быть какие-то логарифмы, но поверьте мне, введение в анализ, это не есть элементарная математика. Вот у меня были книжки, книжки Марка Яковлевича Выгодского в школе, мне мама купила. Это была книжечка по элементарной математике, справочник мне очень помогал. И по высшей математике. Так вот, анализы, это уже высшая математика. Далее, что интересно. Вероятно, многие сегодняшние компьютерные специалисты не согласятся с моим решением использовать машиноориентированный язык, какие-то подобия ассемблера. Я вам хочу сказать, что ассемблер, он очень простой язык, с точки зрения алгоритмирования. В ассемблере сложно, знаете, с чем работать? С портами и с железом. Там нужно брать вот такие спецификации, смотреть, как же работает дисковая подсистема, как же работает там еще что-то. Поэтому это сложно. А просто алгоритмирование, оно несложно. А вот эта машинная ориентация, он говорит, на это существуют следующие причины. Он говорит, что на программиста большое влияние оказывает язык, на котором написаны программы. Конечно же. Так как мы с вами дотнетчики, у нас сейчас будет запускаться параллельный курс. Я его прямо сейчас рекламирую. CIL, Common Intermediate Language, который будет входить в курс по CLI, Common Language Infrastructure, общая языковая инфраструктура. Я скоро представлю этот курс. И там будет язык MSL, CIL, via C-sharp. Мы будем смотреть, как на C-sharpе, как на промежуточном языке. Может быть, что-то бредет в голову и скажет, что там у нас на BASIC. Я думаю, что BASIC тоже все знают. Он элементарный язык, еще школьный. BASIC для школ. Pascal, PTU и техникум. И плюсы, собственно, это институтики. Далее. В настоящее время превалирует тенденция к выбору самых простых, а не самых оптимальных для компьютера инструкций языка. А программист, который знает машинно-ориентированный язык, стремится использовать более эффективные методы. И таким образом создает более совершенные программы. Далее. Языки высокого уровня не подходят для обсуждения важных деталей, имеющих отношение к низкому уровню. Таких, например, как связь с сопрограмм. Нам сегодня придется немного посмотреть и изучить элементы. Но это мы уже будем обсуждать по ходу. Или, может, я вас буду отправлять на отдельные уроки другого курса по CLI, где мы будем рассматривать, как же нам построить свою платформу .NET. Как же нам построить свою FCL, как же нам построить свою CLR. А что такое CLR? Это реализация спецификации VES, Virtual Executive Systems. То, кто серьезно интересуется компьютерами, должен хорошо знать машинный язык. Некоторое знание машинного языка необходимо в любом случае, чтобы разобраться в выходных данных программ, приведенных во многих примерах. Знаете, вот если кого-то из вас, начинающий, дорогие друзья, испугало вот это понятие машинный язык, то я вам хочу сказать, я вам про него расскажу еще проще, чем про язык C Sharp. Еще проще. Вот посмотрите, первые уроки стартового, где мы с вами смотрели про регистры процессора, про память. Вот оно и все. Мы там просто посмотрим, какие есть регистры, как куда что загнать, какие есть командочки, и вы поймете, что это очень просто. А нам это нужно будет, потому что что такое виртуальная машина, CLR? Так это виртуальный процессор, который это дискретный функциональный преобразователь, который, собственно, и представляет собой вот этот некий гипотетический процессор. Поэтому мы затронем его, и он очень простой, поверьте мне. Знаете, если бы он был таким сложным, то такие платформы, как Mono и Rotor, они бы не появились бы. А так они появились из-под пера нескольких талантливых людей, прилежных людей-программистов. И это несложно делать, поверьте мне. Далее. Новые алгебраические языки входят и выходят из моды приблизительно каждые пять лет, в то время как я пытаюсь говорить о вечных истинах. А какой самый последний алгебраический язык у нас имеется? Ну, конечно же, это язык F Sharp. F Sharp. Зачем он висит, этот язык? Что вы думаете, он станет таким массовым, как C Sharp? Не станет. Он сейчас оттестируется, из него возьмут лучшее и включат действительно в настоящий бренд C Sharp. Ну, это мой прогноз. Кто-то может не согласиться. Собственно, как было сделано с C Omega, когда ко мне прибегали, говорили, C Omega убьет завтра C Sharp. Нет, C Omega превратился во что? В Linq. Далее. Например, некоторые комбинаторные вычисления нужно повторять триллионы раз. Перестановочные вычисления. И мы сэкономим приблизительно 11,6 дней работы за счет того, что сократим время вычислений во внутреннем цикле всего на одну микросекунду. То есть, извините, оптимизация, они тоже нужны. Далее. Чтобы решить эту проблему с разными языками, потому что вдруг вы не только программируете на языке C Sharp, на Visual Basic, или завтра вы переживаете, что язык C Sharp, как в Delphi, отдаст концы душу Господу. Многие переживают и хоронят. Только не переживайте, потому что мы будем частично затрагивать еще гипотетический процессор. Не переживайте. Я вас сейчас убежу, что гипотетический процессор это важно. Смотрите, чтобы решить эту проблему, я попытался разработать идеальный компьютер с очень простыми правилами работы. Этот же идеальный компьютер был у академика Ершова, по которому учился я. И когда меня спрашивают, а как тебе легко вот так даются языки и понимание всех этих процессов? Да очень просто. Я перекладываю все на ершовские регистры. У меня в голове есть вот эта абстракция, понимание любого процессора, который еще не вышел, которого еще нет. Любой виртуальной машины. У меня все накладывается на вот этот школьный ершовский гипотетический компьютер. Ну и на гипотетический Дональда Кнут они, похоже, просто друзья на разных языках это сделали. Изучить которое можно, скажем, всего за час. Так неужели нет смысла потратить часть своей жизни для того, чтобы заложить в себя стендфордский фундамент? То, что рекомендуют стендфордские профессора, конечно же есть. Ну, скажу более того, мы за час не уложимся. У нас может на это уйдет 2-3 часа, может быть 4 часа или 5. Но и все равно это того стоит, поверьте мне. Даже неделя стоит того. И очень похожий на реальные машины. Да, он похож, гипотетический процессор, компьютер на реальные машины. Как гипотетический компьютер Кнута, как гипотетический процессор Ершова, они похожи. Для студента нет никакой причины избегать изучения характеристик различных компьютеров. После изучения одного языка все остальные будут усваиваться. Гораздо легче. Далее. Поэтому остается только один недостаток использования вымышленной машины. Сложный запуском написанных для нее программ. Чувствуете? Но мы будем рассматривать Микс и его 64-битовую версию MMIX и будем проецировать это на язык CIL, промежуточный язык платформы .NET, Microsoft. И здесь так сказать, я совсем не очень правильно, конечно, сказал. Ну ладно, все понимают именно так. И мы будем именно проецировать вот эти алгоритмы не только на Микс. Я постараюсь с Миксом переводить на CIL, на промежуточный язык, и представлять их на языке C-Sharp. Это очень важно. Потому что многие, я встречал под видео, они писали, а вдруг он там вообще не программирует. Друзья, я приглашаю вас посоревноваться, написать какой-то алгоритм или еще что-то. Может быть, вы быстрее HTML-разметку верстаете? Я соглашусь, да, может быть. Но HTML-разметку я тоже верстаю. Могу, скажем так. А по алгоритмированию я готов. Вы садитесь здесь, я здесь, наблюдатели, и мы с вами попишем олимпиадные алгоритмики. Я вам покажу, на что способен дядя, что вы думаете, что он вам просто здесь втирает под курсом. Приходите, приходите, то есть, новый проблем, я готов посоревноваться с любым. Даже если вы меня выиграете, новый проблем, ничего страшного. Я такой задорный, задорный, люблю. Далее. Поэтому остается только один недостаток использования вымышленной машины, сложный запуск написанных для нее программ. К счастью, на самом деле это не проблема, так как много добровольцев со Стэнфорда предложили свои услуги по написанию имитаторов для его гипотетической машины. Что? Они сделали виртуальную машину, которая интерпретирует эти программы и выполняет их. И если вы посмотрите наши паттерны проектирования и посмотрите паттерн фасад, мы там что с вами сделали? Мы с вами сделали что? Транслятор для языка ассемблера. И, кстати, хочу поблагодарить Тимура Сайфулина. Он очень помогал, очень талантливый разработчик, талантливый мальчик и программист, который нам помогал. Он у нас учился, это один из людей, которых я помню, самых лучших учеников я всегда помню. Это талантливый человек. Вот Тимуру тоже привет передаю, пользуясь случаем. Хорошо, и вот здесь идет предисловие к третьему изданию. Также он предлагает здесь 2 доллара 56 центов тому, кто найдет ошибку. И вот почитайте, почитайте, пожалуйста. Далее, что я вам хочу сказать, что у нас имеется страничка 20-21. Здесь имеется интересная схема. Я бы сказал, что это шуточная схема. Дональд Эрвин Кнут показывает, как же правильно читать его книгу. Дальше он даже корректирует и алгоритмирует свою эту схему. Просто интересно, почитайте, вам будет интересно. Далее, что хотел бы отметить. Когда мы будем читать эту книгу, у нас будут встречаться упражнения. Так вот, помимо всей этой болтовни, то есть я считаю, что у нас, может быть, это первое видео такое длинное будет. А дальше мы делаем обзор каждой главы. Например, первая глава у нас идет основные понятия и раздел 1.1, алгоритмы. Вот 1.1, алгоритмы мы рассматриваем на отдельном уроке. Далее, к алгоритмам я уже по ходу буду выпускать отдельные практикумы, на которых я буду сидеть и писать алгоритмы, и будем их обсуждать, даже где-то модифицировать. То есть вы сможете посмотреть эти алгоритмы в коде. Но так как я один, и у меня сейчас идет 4 стрима записи видео, это описание спецификации CLI, это совершенный код Стива МакКоннелла, это Дональд Кнут, и, собственно, это еще по C-шарпу. И дальше у меня сейчас готовится серия обзоров Питера Норвига по искусственному интеллекту, где все это и применяется. Различная компьютерная лингвистика, машинное зрение, то, что активно использует компания Samsung. И вот я когда-то получил их тренинг-лист, то, да, вот у них как раз идут вот эти интересные моменты. Хочу заметить, это компания, которая занимается действительно хай-теком. Да, она не делает сайты для торговли лифчиками, она занимается хай-теком. Вот это высокие технологии. Это высокие технологии. А не перетащить две кнопки и отобразить женский бюстгалтер на сайте. Нет. Далее, примечание к упражнениям. Значит, те упражнения, которые мы с вами будем рассматривать, упражнения, приведенные все в этой серии книг, предназначены как для самостоятельной проработки, так и для семинарских занятий. Очень трудно и, наверное, просто невозможно выучить предмет, только читая теорию и не применяя ее для решения конкретных задач, которые заставляют задуматься о прочитанном. Более того, мы лучше всего заучиваем то, до чего дошли самостоятельно, своим умом. Многие, знаете, говорят, да он это просто заучил. Ну, конечно же, я это заучил. Конечно же, я выучил паттерны. Но поверьте мне, я прежде их понял своим умом, а потом выучил. Так же, как вы выучили таблицу умножения, таблицу сложения, таблицы производных. Зачем-то же вы их учили, верно? Для того, чтобы не рассчитывать каждый раз. Вот так же и я. Вот эти четыре книги, мне маркетологи говорят, слушай, будут снова же говорить, что ты их заучил. Я говорю, конечно же, я их заучил. Пусть они попробуют хоть кто-то их заучить, предварительно не поняв этого. Поэтому я рекомендую, почему я вот читаю где-то медленно, чтобы вы вместе со мной успели заучить. И где-то трижды повторяю, чтобы вы успели заучить вместе со мной вот эти важные концепции. Далее, вот здесь показаны рейтинги. Когда упражнение помечено двумя нулями, это чрезвычайно простое упражнение, на которое мы ответим с вами вот так, даже не думая. Десять. Простая задачка, которая заставляет задуматься буквально минутку. Двадцать. Средняя задача. Пятнадцать-двадцать минут. Тридцать. Задача умеренной сложности. Может быть, часик-другой нам придется на листочке порешать. Нам рекомендуют блокнот и карандаш для того, чтобы работать с алгоритмом. Ну, понятно, что у нас есть визуал-студии, мы можем и в ней поработать. Поэтому выбирайте, если вам нужно почертить, какие-то множества порисовать. Далее. Сорок. Достаточно сложная или трудоемкая задача, на которую можно потратить долгое время. Даже пару дней можно посидеть, покумекать над ней. Ну и пьсяд. Это научная проблема. Я думаю, что он специально нам подставляет такие задачи, чтобы мы начали задумываться о каких-то открытиях. Действительно, о каких-то открытиях. Потому что у нас сегодня имеется много неразрешенных задач. Много неразрешенных задач. Вот когда-то была гипотеза Пуанкары. Доказано. Поэтому он провоцирует нас на то, чтобы мы задумывались, а не просто сидели в мире готовых формул, которые нам скормили великие умы. Далее. Например, рейтинг 17, когда идет не 10, не 20. Говорит о том, что это упражнение немного проще, чем 20, чем задача такой сложности. Ну, понимаете, это делает вот такую градацию. Далее. Эта книга написана для читателей с различным уровнем матподготовки и научного кругозора. Мы понимаем, что самый лучший наручный кругозор, это начиная от специалистов-магистров, магистров, те, которые могут преподавать в вузах уже, кандидатов, докторов, у них формируется научный кругозор. Поэтому некоторые упражнения рассчитаны исключительно на тех, кто серьезно интересуется математикой или занимается ей профессионально. Поэтому, друзья, мы эти будем просто упускать. Вы уже поняли, что это не для нас. Далее. По рейтингу, если рейтингу предшествует буква М, это значит, что нужно знать элементарную математику. Если А, Х, М, ну, высшая математика, значит, надо знать высшую. И мы уже будем смотреть, упустим, или будем смотреть, я уж буду смотреть по комментариям, кто меня слушает, у кого какой уровень математической подготовки. Если у вас нет серьезной матоподготовки, ничего страшного. Далее. Вот перед некоторыми упражнениями стоит стрелочка, такой закрашенный черный треугольник. Вот она обозначает, что эти задачи будут особенно поучительны, их очень рекомендуется выполнить. Но каждый читатель должен хотя бы попытаться решить все задачи, рейтинг которых меньше или равен 10. Обязательно. Потому что если для математики это 15 минут, то, возможно, для нематематики это действительно 2 часа. То есть здесь еще так нужно смотреть. Так, 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 так. То есть понятно, что мы с вами будем сортировать материал, который нам будет не нужен. Вот, собственно, это то, что я хотел сказать об этом классическом академическом труде, об этом курсе Стэнфордского университета, который мы с вами русский, украинский, белорусский, казахский, молдавский, таджикский и все программисты, которые входили в состав СНГ, мы с вами тоже сможем его пройти. Я ожидаю от вас конструктивной критики, конечно же. И я буду очень благодарен всем вам за отзывы, за конструктивную критику. И за какую-то помощь, даже если вы где-то, кто знает меня, пожалуйста, пишите, знакомьтесь, и мы с вами будем работать над этим курсом. Потому что для нас это важно. К сожалению, его не читают в наших вузах. Его читают в Стэнфорде и Массачусетсе. И я думаю, что те, кто хочет подтянуться под тот уровень алгоритмирования, он должен прочитать эти книги. Хорошо, я думаю, что на этом я буду заканчивать общий обзор этого четырехтомника. И мы с вами в следующем обзоре подходим к рассмотрению первого тома четырехтомника «Классического труда. Искусство программирования» Дональда Эрвина Кнута. Том 1. Основные алгоритмы в третьем издании. Ну и также я вам советую, конечно же, приобрести себе эти книги. Те, кто действительно планирует их прочитать, потому что, знаете, это уже просто престижно иметь такую литературу в своей библиотеке. Да, они стоят дорого. Они стоят дорого. Но у меня нет слов, чтобы возразить, потому что, когда есть финансовые трудности, то понятно, что не всегда можно себе позволить ту или иную книгу, ту или иную вещь. Поэтому я, конечно, сочувствую всем, кто не может позволить себе. Хорошо, на этом я заканчиваю общий обзор четырехтомника Дональда Эрвина Кнута. И ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за внимание. С вами был я, Александр Шевчук. И до новых встреч на следующем обзоре первого тома. Всего вам доброго.